Праздничная атмосфера ощущалась уже с порога Республиканского драматического театра, где участники фестиваля большим потоком направлялись в зрительный зал. А в фойе была организована красочная выставка изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных детьми с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль «Живи на яркой стороне» – это массовое празднество с участием талантливых детей из разных городов и районов нашей республики, а также воспитанников детских социальных учреждений. Внешнее мероприятие проводится в таком масштабе первый раз. Мы его проводим совместно с мэрией города Черкесска. Хотим, чтобы детки показали свои творческие возможности, свое умение. Будет много номеров. Пригласили детей с разными физическими возможностями. В общем-то, основная цель мероприятия – чтобы дети пообщались, показали то, что они умеют. Гостями мероприятия стали первый заместитель руководителя администрации, главы и правительства КЧР Надежда Пивоварова, уполномоченный по правам ребенка по КЧР Лариса Абазалиева, председатель комитета по социальной политике, охране здоровья, населения и экологии Елина Червонова, министр труда и социального развития КЧР Роман Баскаев и заместитель мэра Черкесска Ахмед Пхешхов. Традиционно ежегодно проводить фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья была еще заложена в 2012 году по инициативе мэра города Руслана Алиевича Аббиева. Мы вообще признательны всем структурам, правительству, особенно благодарны главе республики, что он принял решение, учитывая желающих участвовать на этом фестивале творчества детей с ограниченными возможностями. Концертная часть фестиваля состояла из четырех номинаций, куда вошли танцы, песни и поэзия. Это лишний раз доказало, что для детей с ограниченными возможностями здоровья нет никаких преград в культуре, искусстве и в декоративно-прикладном творчестве. Что такое Новый год? Это все наоборот. Ёлки в комнате растут, белки шишек не грызут. Ставится рядом с иголкой на колючем йоге. Дождик тоже непростой, Новый год он золотой. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих недожидней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, если даже они провинились. Ничего не дороже слез, что с ресничек радоскатились. Если варьет устал с ног, солода с нее нету мочи. Ну а к вам подойдет сынок или руки протянет дочка. Обнимите покрепче их, детской лаской дорожите. Это счастье короткий мис. Вы счастливыми, подпишите. Праздник был насыщен показательными выступлениями детских творческих коллективов республики, инструментальной музыкой и разными жанрами хореографического искусства. Тем более, что дети с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, поскольку это позволяет целесообразно организовать досуг этих ребятишек. Для деток-инвалидов такие фестивали очень нужны, потому что здесь они начинают между собой больше общаться. Они не до такой степени закомплексованы. Они отвлекаются от своих каких-то определенных проблем. Их, конечно, отвлекают и в семьях, в школах, но такие праздники, они объединяют детей в большой дружный круг. Особое праздничное настроение придавали концерту выступления творческих коллективов, приехавших из сельской местности и концертные номера воспитанников детских учреждений. Участники продемонстрировали зрителям все свое мастерство, показали свои способности и таланты в различных направлениях и жанрах искусства. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!